Всем привет, с вами Алекс Ки. Решил немного осветить проблему изучения татарского языка в Татарстане. По моему мнению, ее необходимо осветить именно с этого ракурса, потому что новостные ресурсы, такие как телевидение и радио, не преподносят с правильной точки зрения, ну с моей точки зрения, эту новость. Итак, вот в чем заключается проблема. Летом этого года Путин приехал в Ишкар-Алу, где посетил заседание Совета по международным отношениям и заявил, что недопустимо изучение языка, которое является неродным, недопустимо. Ну то есть принудительно изучение неродного языка имеется в виду. То есть вот просто сопоставим, есть татарский язык, есть английский язык, есть французский язык. Почему-то вот данные языки, например, английский с французским изучаются, немецкий, кстати, тоже изучаются в учебных заведениях довольно-таки лояльно. И, к примеру, люди, точнее дети, идут спокойно изучать, никто не жалуется, что изучение языка наносит какой-либо вред. Ну вот, к примеру, если взять именно татарский язык, то в чем вообще заключается проблема? Проблема заключается в основном, что часы, они как-то не дополнительно не появляются для изучения данной дисциплины. Они берут, заимствуют из других дисциплин, например, таких как точная математика, физика, география, биология и другие дисциплины. Потому что в сравнении, если вот я обучался в 2002 году, то у меня было, например, там 5 математик, ну, например, это был 6 класс, и я изучал 5 математик. У меня там было 3 алгебры, 2 геометрии в неделю и, например, там 4 русского и, например, 2 литературы, да, примерно так вот где-то было. И при этом татарского языка я изучал, наверное, 3 часа в неделю, ну, то есть 3 занятия в неделю. В принципе, оптимальное такое было количество часов, но вот на сегодняшний момент, ну, вот, наше государство наконец-то обратило внимание на то, что все-таки необходимо ввести вот эту градацию, потому что, ну, по моему мнению, это, в принципе, все логично. То есть, если я, например, живу, к примеру, да, в Нижнем Новгороде или там в Москве, и у меня, например, есть расписание занятий, где сказано, что вот у тебя будет в неделю там 6 часов математики, 6 часов русского языка, и там, например, 2 часа географии, 2 часа биологии, 2 часа физики и 2 часа химии, в принципе, все оптимально. Но при этом, если переместиться в регион Татарстана, то все это становится немножко в другом ракурсе. То есть, 6 часов языка изучения, причем, который входит непосредственно в аттестационную вот составляющую, например, да, при окончании 4 класса или при окончании 9 класса сдается какой-то дополнительный экзамен. Это вообще по мне так полный, это вообще бред, потому что оценивать человека, тем более то, что ты изучаешь совсем не свойственный и не полезный для себя язык. Поясню даже почему, потому что, если, например, я в Татарстане, да, как все здесь утверждают, что язык должен быть изучаться так, как он является государственным, государственной основой, то я, например, возможно, может быть, мне это так кажется, но я вот русский человек с русским именем и фамилией, и то, что если я даже буду знать совершенство, я думаю, то, что я не пробьюсь выше, там, какой-то карьерной лестницы, если, например, будет, там, выбор перед русским или татарином, при этом то, что буду я знать этот язык или не буду я знать этот язык, совсем не обязательно меня выберут на занимаемую должность, ну, то есть, вот, там, на пост директора, там, или управленца. Вот, и поэтому, ну, смысл изучать, тем более то, что если я буду изучать, вот у меня есть эти шесть часов татарского языка, я вот изучаю их здесь в сравнении, получается, что у меня меньше идет изучение других дисциплин, и плюс то, что эти дисциплины по всей России, они котируются для поступления в вузы, так смысл вообще, здесь может быть, конечно, и подготовка казанских вузов будет наравне с вузами других регионов, но, по мне, это совсем неправильно, потому что стандарты для всех единое изучение русского языка математики, и там, например, одной из точных дисциплин, потому что никто нигде не спрашивает, там, например, при поступлении на НИАС знание татарского языка, никто не будет этого спрашивать, зачем, вообще это надо. Потом, к примеру, да, если, например, в Нижнем Новгороде ребенок изучает русский язык шесть часов, там, математику шесть часов, у него базовая подготовка для изучения этой дисциплины будет намного больше, чем у среднестатического, жителей Республики Татарстан. И, соответственно, это приводит большую нагрузку на бюджет малоимущих семей региона, потому что, если, например, ребенок не получает знания, и он не способен усвоить за, ну, выданное количество вот этих часов, этих дисциплин, соответственно, он будет вынужден нанимать репетитора, дополнительно заниматься, дополнительно подготавливаться при получении вот того проходного балла на ЕГЭ, каких-то, либо он будет как-то искать дополнительные связи, чтобы поступить в этот университет, чтобы получить образование, ну, чтобы получить возможность получения образования. Так вот, смысл вообще во всем этом я как бы не вижу. То есть на самом деле это все просто. Проблема решается вообще однозначно. Есть указ президента, есть специальный протокол, который должны все следовать, все учебные заведения должны этому следовать. Просто в это расстояние почему-то решили этим пренебречь, и вообще никто даже на это внимание не стал обращать, потому что, возможно, просто повелись на русский авось, который пусть проканает. Возможно, даже никто и не обратит внимания, поэтому они решили как бы не обращать внимания на то, что есть закон, и, соответственно, можно его не исполнять. Ну, в принципе, наверное, у нас, как в России, у нас вообще большинство законов не исполняется, нет правовой основы нормальной, которая будет там исправно работать, судебную власть там, да, которая не совсем корректно может быть работать и так далее. И поэтому вот, ну, как-то так. А и вот самое, что интересное, по телевидению показывают, то, что родителям почему-то предлагается каких-то три варианта документов по решению данной проблемы. И эти три документа, говорят, первое, там, например, что родители соглашаются, и вообще ничего не меняется, то есть как изучалось там в добровольно-принудительной форме, да, изучение там шести часов и так далее. То есть все-все устраивает, и, соответственно, все остается по-старому. То есть как бы ты сам подписываешь приговор себе в том плане, что, ну, как бы добровольно. То есть ты подписал, и все, и вопрос улажен. А второй момент то, что тебе предлагают изучать на добровольной основе, там, например, с уменьшением количества часов. Если сейчас это шесть часов, то, соответственно, например, будет там три или два часа в неделю, но по той же самой форме принудительно, то есть так же подписывается документ, что родители дают согласие. Вообще, в принципе, тут вообще непонятно, если брать, к примеру, да, изучение, изучение татарской детской занимается ребенок. Соответственно, наверное, у него должны спрашивать вообще, есть ли он смысл. А тут, получается, решают совершенно другие люди. Ну, я, конечно, понимаю то, что родители, это не чужие совсем люди. Но по моему мнению, тут надо спросить хотя бы у детей вообще, есть ли смысл вообще они, что сами они считают. Ну и третий вариант, это совсем убрать из обязательной программы факультативную, и, соответственно, уже по собственному желанию будет ребенок ходить, изучать этот татарский язык или не изучать. При этом, да, вот все говорят и в телевидении, и вообще информационные ресурсы, они утверждают, что будет истребление татарского языка. Вообще об этом никого, ну, никто речи не ведет, потому что вообще, в принципе, есть, как, например, во всех регионах, есть специальные заведения. Например, там татарско-турецкий лицей в Казани есть. Причем эти лицеи, они подразделяют, что нам чисто для мальчиков, чисто для девочек, есть смешанные лицеи. И поэтому не вижу смысла, например, говорить о том, что идет истребление, если у тебя есть отдельное профессиональное вот подразделение такого, ну, подразделение образования, где изучается спокойно этот язык, и никто, вообще ничего. Причем в этих учебных заведениях, как мне вот известно, ну, потому что у меня знакомая училась и заканчивала такой лицей, там идет изучение вообще языка не только вот на базовой основе именно там татарского языка, а именно татарский язык преподается вот в связке со всеми остальными дисциплинами. Например, ты изучаешь и математику на татарском языке, и русский на татарском языке. Конечно, очень сложно для детей, но зато такая мощная подготовка именно в профессиональном смысле для, например, дальнейшего там применения. Но где вопрос, где это можно применить, это большой-большой вопрос. И вот вернувшись к трём вот этим вариантам, я вообще считаю смысл вообще этих трёх вариантов. То есть зачем вообще дети там и родители вообще думают об этом, если есть закон, он придуман не зря. То есть он придуман более опытными, более грамотными людьми в нашем государстве, как бы это там по-другому бы не звучало. Но его следует исполнять. И просто вот он есть, но ему никто не следует. И, соответственно, вот тот же самый генпрокурор, который приезжал с визитом, разбираться именно над этим вопросом. То есть вот надо взять и просто исполнить тот документ. Несмотря на то, что будет подписан этот договор с Татарсаном, не будет подписан этот договор, это вообще отдельная тема для разговора. Но вот просто есть закон, его надо соблюдать. Пусть будут они любезны, все эти органы структурные. То есть это начинается все просто. Составляется учебный план для всех единый. Соответственно, он спускается сверху с Министерства образования Российской Федерации до Республики Татарстан, потом по районным структурам. И, соответственно, ниже до школы, до директора школы. То есть вот в моей школе я посмотрела, заходила, это все довольно-таки просто проверить. То есть достаточно просто зайти на сайт образования Республики Татарстан. Я зашел, спокойно нашел документ, где можно посмотреть в свободном доступе учебный план данного учебного заведения. И там вообще нет никаких проблем. Там нет татарского языка. И, соответственно, все приведено в норму. Никто даже вообще этот вопрос не поднимал. Раздули такую большую шумилу. Я, конечно, понимаю, что это как бы не тема для такого широкого обсуждения. Но вот для меня, для моего региона это, в принципе, актуальный вопрос. И, в принципе, я хотел бы довести информацию до всех моих подписчиков, что может происходить в этом регионе по сравнению с изучением науки и гуманитарных дисциплин вне зависимости от вашего региона. То есть вот в нашем регионе вот такая ситуация произошла. Вообще, в принципе, ее, наверное, давным-давно надо было решать, потому что базовая подготовка и, напомню еще раз, к ЕГЭ и поступлению в ВУЗы это очень большой такой момент, который необходимо учесть. Ну, такое вот небольшое видео получилось на тему новости об изучении татарского языка в нашем регионе, Республике Татарстан. Ну, а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, жми колокольчик и подписывайся на канал. Пока-пока! Всем пока!